Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем наши беседы по трудным местам Священного Писания. И сегодня мы рассмотрим такой вопрос. Как можно молиться тайно, к чему нас призывает Евангелие от Матфея, 6 глава, 6 стих, если в другом месте этого же Евангелия говорится о важности совместной молитвы? Это Евангелие от Матфея, 18 глава, 19 и 20 стих. Зачитаем первую цитату Матфей 6, 6. «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою, и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Здесь прямой призыв к такой тайной молитве. Но что на самом деле мог иметь в виду Христос? Иларий Пиктовийский, это его комментарий на Евангелие от Матфея, пишет. Христос повелевает молиться в комнате при закрытых дверях, но вместе с тем он учит произносить молитву на всяком месте. Ведь молитва святых совершалась и в тюрьмах, и в огне, возносилась из морских глубин и из чрева чудовищ. Поэтому Господь призывает нас войти не в укромное место дома, но в горницу нашего сердца, и молиться в тайном уединении нашего ума. Немногословно, но по совести, ибо всякое дело превосходит слова говорящих». Действительно, мы должны стяжать умную молитву, потому что если мы думаем, что обязательно надо все так строго проговаривать и так далее. Вот буддисты, они пошли интересным путем, они собрали все молитвы на пергаментах и засунули в такие барабаны, и человек просто крутит эти барабаны, и как бы он прочитал все эти молитвы. Некая логика в этом есть, но не христианская. Блаженный Августин пишет, «Недостаточно войти в комнату, если дверь открыта негодным вещам, через которую они, находясь снаружи, бесстыдно прорываются и нападают на наше внутреннее». Это из трактата Блаженного Августина о нагорной проповеди Господа. Действительно, многие прихожане жалуются, и я это тоже иногда переживаю. Когда становишься на молитву, вдруг какие-то образы, греховные воспоминания, они как бы вот как волна мутная накрывают сознание. Конечно, в такой момент надо лучше остановить молитву, привести чувства в себя и потом начать молиться. Как в начале утреннего правила сказано, что нельзя начинать молитву, «Донде же не успокоятся твои чувствования». А теперь другой текст, где говорится о важности общественной молитвы. Это Евангелие от Матфея, 18 глава, 19 и 20 стих. «Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы не попросили, будет им от Отца моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». И надо сказать, что в «Одне Христа» было такое устоявшееся правило, что если 10 мужчин не собираются в доме молитвы, то есть в синагоге, то нельзя начинать никакую вечернюю или утреннюю службу. То есть значение придавалось именно десятку человек. Почему? Потому что они знали из Писания, что когда в мире осталось меньше, чем 10 праведников, они не смогли вымолить этот мир. Это было во дни потопа, когда в Ковчеге спаслось только 8 душ. Хроматий Аквилейский очень интересно писал, «Какое значение для Бога имеет единодушие и согласие братьев?» Мы можем судить по тому факту, что Господь ясно говорит, «Отец Небесный даст всем просимое, если двое или трое в согласии будут просить. Ничего нет милее Богу», продолжает Хроматий Аквилейский, «чем мир между братьями». Ничего нет лучше, чем единодушие и согласие, о чем написано, «Как хорошо и как приятно жить братьям вместе». И еще сказано, «Велик мир среди любящих имя твое, и нет им преткновения». Да и в другом месте сказано, «Бог дает нам жить в согласии в доме», о том же свидетельствует Исаия, «Господи, Ты даруешь нам мир, ибо все дела наши Ты устрояешь для нас». О том, что согласие братьев приятно Богу, Святой Дух изрек через Соломона, говоря, «Тремя я украсилась и стала прекрасной пред Господом и людьми». Это единомыслие между братьями и любовь между ближними, и жена и муж согласно живущие между собой». Мудрость украшается, божественная мудрость таким поведением. А Хроматий Аквилейский продолжает, «Потому справедливо Господь в этом месте говорит, что когда двое или трое собираются вместе на земле, то Отец даст все, о чем станут просить». На самом деле очень важно, когда молитва произносится в мире, «Потому что, если вы в конфликте с каким-то человеком или он в конфликте с вами, сказанного, оставь дар твой преджертвенникам и пойди прежде примирись с братом твоим». Даже ссора с женою в семье – это препятствие, причем очень серьезное, если о нем говорится в Библии, для молитвы. И мы читаем 1 Петра, 3 глава, 7 стих. «Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». То есть любой конфликт надо уладить до начала молитвенного правила, его чтения, как сказано в Слове Божьем, «до солнца не зайдет во гневе твое». То есть как бы Писание говорит, как же ты будешь читать вечерние молитвы, если ты с кем-то в конфликте. Свер-антиохийский древнехристианский экзегет писал, «Наставив к послушанию жен, апостол увещевает и мужей, быть к ним долготерпеливыми». Он указывает и на другую причину для долготерпения, чтобы не было препятствий молитвам. «Ведь домашние распри являются препятствием для Божьих дел». Любые, кстати, домашние распри являются препятствием для Божьих дел. Особенно конфликт с родителями у детей. Конфликт с родителями – это конфликт с Богом. Помните об этом и не забывайте. Поэтому вот этот призыв не начинать молитву «Донди же не успокоится ваше чувствование», его можно понимать в самом широком смысле. «Пойди примирись с тем, который что-то имеет на тебя, не ссорься с женою, не раздражай детей своих, как сказано и вы, родители, не раздражайте детей ваших, чтобы у нас не было никаких препятствий в молитве». Общественная молитва или сугубо частная молитва, если целью они имеют совершенство в любви к Богу и к ближнему, то чем больше мы участвуем в подобных молитвах, тем больше блага мы имеем в этой жизни ради благ вечной жизни. И, как я часто объясняю, та часть нашей жизни, которую мы проводим в молитвах, в чтении Слова Божия, эта часть нашей жизни уже не принадлежит жизни временной, но уже принадлежит жизни вечной. Как будто, живя на земле, мы перешли уже в жизнь небесную, что и позволяло апостолу Павлу говорить о своих современниках во Христе Иисусе. «Вы уже посажены на небесах, а деснуя Бога Отца». Спаси Господь! Берегите себя!